всех приветствую вот я как и говорил пришла посылка смотрим откуда Санкт-Петербург город бордовол кому мне соответственно вот ломба сейчас будем смотреть что пришло я конечно знаю что но зрители это не знают создадим интригу хорошие мешки выдают на почте России в Петербурге у нас таких не дают я свою упаковываю вот показался чемодан машина тяжелая вес брутто 17 килограмм вот вот кто угадает что это за машинка делаем ставки варианты ответа веритас лада радом или ваш вариант вот не знаю кто угадал сразу пишите в комментариях машина стояла давно но это мы освежим добротный корпус но все-таки интересно что там внутри черного ящика как говорится ну фанфары фанфары так все отцепил вот во всей красе радом вот ну все грамотно сделали педаль закрепили все отдельно молодцы запаковали дай бог всем так лапка запасная вот он красавец радом 432 в отличном состоянии еще раз повторяю с города на Невье Ленинграда пришло ну сейчас мы коротенько я расскажу про эту машину кто может быть не знает что как покажу устройство а то будет следующей части чтобы нам не развозить на полчаса зачем это нужно коротенькие видео мне и лучше усваивается для начала я сниму движок тут мы как видим крепление другое шло но это 73 год может быть это для внутреннего рынка или делали раньше такие точно читать чем-то залито но это я машинки ты о предстоит естественно я всегда начинаю мотора тут идет внутри вот она пошла 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 туда куда то тут вот так сделали не так не как у чайки здесь здесь своим путем эта машина собрана польскими оружейниками на заводе лучник в городе рада машина это не единая модель не одна модель у них такая у них есть 466 дальше я не знаю 466 это уже самое последнее вот металлическая какие-то еще потом были я видел ну там уже не то это 432 до того были радом 86 шикарная машина но ремень внутри там зигзаг до 6 миллиметров хорошая машина у меня есть видео вот а это чем примечательная машина тут у нас как мы видим вот единственная колпачка не то родного но ничего такой браза русский джаномовский станет как родной тут чем эта машина примечательно тут устройство зигзага таково включаем зигзаг и как вы видим челночная ходит следом за иглой для чего это это для того чтобы утяжка была равномерной при левом и правом уколе при классическом классической схеме устройства зигзага там может с одной стороны вот как зигзаг идет здесь такая вот на этом уколе такая затяжка на правом такая здесь идеальный зигзаг получается идеальный под дочек качественный прям так сделаны с любовью обшит винил кожей молодцы поляки что тут скажешь когда молодцы оружие не знаю какое не делали но я читал они всю линейку калашникова копировали и даже какой-то пистолет у них есть собственной разработки но машины хорошие не делали тут я ничего не скажу и так машина вообще это естественно не поляки и придумали скорее всего немцы кайзер вроде как я где-то у екатеринбургского сергей яковлевича встречал он что-то по моему или кайзер у него было с таким же челночным и что-то такое по моему у него я видел где-то обзор кисточка родная польская главное проверить электропривод машину то я сделаю если чего вот привод лишь бы был рабочий мне все равно его буду открывать это за кадром останется показывать я не буду так надо проверить мотор что там с мотором так да педалька что-то с педалькой надо поработать зажигание у них позднее что-то там посмотрим крышка верхняя какая-то хлипкая вообще легкая во сама машина сама машина тяжеленную за счет корпуса наверно корпус толстостенный так тут у нас лампочка даже есть не знаю работает нет так а но это фиксирует фиксируется видимо на вот этом но вот этом отливе специально сделан штырек для фиксации вот так сделано я вам скажу очень и очень неплохо сейчас поближе сделаю машин подобных полно вот из тех какие я знаю это электро здесь вот они наворотили там куча копиров вставляется там никчемные строчки которые даром не нужны здесь до 5 миллиметров зигзаг вот тут зигзаг как выполнен металлические шестерни мощные так по центру поставлю вот так там шестеренка идет здесь вот так выполнено но смажу все до этого дела дойдет руки так здесь смотрим а это шестеренка у нас идет ну тут вот качающийся вал так а она на зигзаг идет вот я просто не там смотрю тут у нас выходит вот что так это вот на зигзаг идет на зигзаг а но это на продвижение все тут все понятно это идет начал ночной вот винт регулировочный здесь один вот этот вот этим винтом я вроде я уж не помню давно не занимался но потом буду когда то делать вот что-то где-то в одном месте затирает но это мы разберемся разберемся тут что-то я не пойму как резина что-ли вот сюда то ли тут герметизировать зачем-то налита что-то белое она пролилась не знаю с целью это не готов сказать так это что у нас фитиль что да это фитилек вот он какой длинный это а тут вон как сделано вот сюда масло наливается и отсюда она поступает я думаю что тут так такое вот он фитилек да и здесь вот точно так же здесь тоже фитиль емкость под масло и вот отсюда он питает масло подается на втулку вала ну первый раз что-то я такое вижу вроде у меня были радомы но я что-то такого не помню затирает затирает вот я как говорил шестеренка но сейчас я камеру сниму и покажу потому что со штатива тут не совсем видно шестерня на на валу и шестерня зигзага так это позиционер лево-право вот как тут устроен привод вот этого зигзага а внизу там соответственно я уже показывал ну придумали же как тут все четко согласовано вот это идет тяга на рамку игловодителя это монументальная как ее назовем вилка что ли или не вилка она идет у нас вниз вот 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 она вот она и и следом за рамка игловодителя двигается челночная все четко сделано ну в общем то здесь есть чем заняться вот этот вот прямо клинит где-то вот в одном месте подклинивает но это видится мне промывка это все устранит вот раз подклинивает вот здесь и вот здесь в двух местах а ход вообще вот между вот этими подклиниваниями легкий-легкий вот он такой и должен быть моя задача добиться такого хода но это будет все во второй части на этом я заканчиваю привод переберу но это тоже за кадром останется я уже сто раз показывал а машину эту мы с вами еще будем делать может быть что то там какие-то настройки я не знаю ну на этом все пока